За свою многолетнюю историю Автоваз выпустил не так уж много моделей машин относительно других производителей. Причина лежит на поверхности. Это был советский завод, который, как и тысячи других, имели повинность выполнить план производства того, что уже идет по конвейеру. К слову, планы эти составлялись людьми, зачастую далекими от автомобилей. Но зато Волжский автозавод был любим тогдашним руководством страны, руки в каком-то смысле у них все же были развязаны. Обладая огромным потенциалом, инженеры и дизайнеры автозавода создавали немало опытных моделей разных классов и назначений, проще говоря, по-нашему сейчас концептов. Но, к сожалению, их стремление создать что-то отличное от копейки разбивалось железобетонную необходимость дать стране угля. В связи с этим, я предлагаю на 10 минут своего времени окунуться в прошлое великой страны и пофантазировать на тему того, что было бы, если бы 5 концептов, которые я вам покажу в этом выпуске, все-таки пошли бы в серию. Поехали! Как уже все помнят, ВАЗ-2101 был первым серийным автомобилем марки Жигули и являл собой по большей части копию итальянского автомобиля ФИАТ-124. Но до запуска производства 21-01 у будущего ВАЗа были и свои наработки. Еще в 66-м году за 4 года до копейки по инициативе главного конструктора Владимира Соловьева начали проектирование переднемоторного компакта на манер британскому мини. Это был достаточно разумный шаг в свете событий суэцкого кризиса с перебоями поставок нефти и в преддверии топливного кризиса 70-х годов. В то время в Европе и мире идея компактного юркого экономичного автомобильщика набрала огромную популярность. ВАЗ-1101 экспериментальный или же Э-1101 делали с максимальным использованием узлов копейки, но с передней подвеской Макферсон и со специально разработанным для него мотором объемом 0,9 литра на 50 лошадиных сил. Позже была разработана еще пара вариантов новых двигателей. За характерную внешность машина получила неофициальное прозвище «Чебурашка». На первые тесты ее вывели в 72-м году. «Чебурашка» получил даже упрощенную модификацию автороллера в стиле британского мини-моук. Сравните, как похожи эти два автомобиля. Сегодня такой назвали бы пляжным, однако история автороллера была закончена одной единственной фразой члена политбюро Андрея Павловича Кириленко, который сказал, что автороллер на машину не похож, а как игрушка для детей уж слишком дорогой. А как вы думаете, получилось бы отжать часть продаж у мини? Пишите свои предположения в комментариях. Вторая версия концепта появилась в 73-м. Он получил более мощный двигатель и совсем новый кузов, а также прошел сравнительные испытания с итальянским Fiat 127. В 76-м году был построен прототип 3-й серии 3E1101 Ladega. Он уже вместе с документацией и остальными прототипами в том же году уехал в Запорожье на завод ЗАЗ, где из этого проекта в итоге вышла Таврия. Проект 1101 на ВАЗе был свернут, автомобиль так и не пошел в серию. Но поговаривают, что его наработки использовались даже при создании ВАЗ-2108. А еще элементы ВАЗ-2E1101 отчетливо просматриваются в нынешней НИВЕ, которая началась с прототипа 72-го года ВАЗ-E2121, совсем не похожего на будущую серийную машину. Концептуально это был уменьшенный вариант УАЗика для колхозников. Машину планировали поставлять сельхозпредприятиям и жителям сел. Особенностью внедорожника должна была стать адаптивная подвеска. Современные адаптивные системы работают автоматически, а на особой НИВЕ вручную включались 5 режимов. Только передний мост, только задний, оба моста с жесткой связью или на понижающей передаче и нейтральное положение. Автомобиль имел постоянный дифференциальный привод на все колеса. Такого до этого в СССР никогда не делали. Также прототипы получили много того, что уже было в советских авто других моделей. К примеру, задний мост был от копейки, а такие же особые покрышки М51 устанавливались на Москвич 410. Движок сразу хотели впихнуть от копейки или тройки, но решили, что те не выдержат жестких условий бездорожья, и в итоге поставили более мощный современный 1.6, предназначавшийся для шестерки. Прототипы вышли на испытания спустя два года разработки, летом 72-го года, и показали отличные результаты. Кстати, интересный факт. Для маскировки от посторонних взглядов была разработана эмблема несуществующей марки Формика с красно-белым мальтийским крестом, их видно на фото. Машину пытались выдать за румынский ФИАТ. В том же 72-м году был представлен и облагороженный для гражданки-внедорожник дизайнера Валерия Семушкина. Открытая, а позже и закрытая версия. Последнее руководству понравилось, и работы над ней продолжились. В 73-м году вышел финальный прототип ВАЗ-2 Э-2121 на узлах простого Э-2121. Работы продолжались, пока в 77-м году с конвейера не сошла финальная версия легендарного отечественного легкого внедорожника Нива. Но многие считают, что если бы ВАЗ первой генерации Э-2121 дожил до наших дней, то он мог бы стать хитом на российском рынке, составив конкуренцию УАЗ-Хантера. Простой кузов модели и ее общая строгость стали бы гарантом низкой цены, что весьма актуально для рабочей лошадки в сельской местности. В 1976 году инжиниринговое подразделение Порше подготовило рестайлинг для ВАЗ-2103. Проект вышел по последней европейской моде. Убрали почти весь хром, молдинги и стальные бамперы. В общем, заменили блестящие цацки пластиковыми деталями. Это помогло машине вписаться в ужесточенные экспортные нормы безопасности, а вдобавок стать тише на ходу за счет более обтекаемых форм. Поршевцы поколдовали над аэродинамикой и интерьером, привнеся в последние такое понятие, как эргономичность. Переднюю панель перекроили с тем расчетом, чтобы водителю не пришлось тянуться к радиоприемнику и регуляторам печки, установили новый руль, а его обод теперь не перекрывал вид на колодцы циферблатов. Такая комбинация приборов получилась кардинально другой, инновационной. Кроме того, инженеры немецкой компании выработали предложение по снижению уровня шума и гула, как внешнего, так и от самой машины. Затем они сделали то, что автовазу до сих пор тяжело дается, повысили антикоррозийную защиту машины. Кроме того, были выбраны более удачные настройки подвески, а двигатель стал соответствовать экономическим нормам старого света. Казалось бы, с таким обновлением ВАЗ-2103 должен был стать более удобным, комфортным и безопасным автомобилем, однако партия не приняла видение Порше, посчитав его слишком смелым. В итоге в серию пошла куда более консервативная шестерка с кучей хрома и блестящих цацок, которая к тому же оказалась проще и дешевле в производстве. Да и не мог наш человек нормально воспринять всю эту безликую пластмассовость. И, видимо, то ли от безысходности, то ли от правильности такого решения, рестайлинговая тройка продержалась на конвейере три десятка лет, а немецкий вариант, поговаривают, дожил и до наших дней, и сейчас хранится в одной из частных коллекций. Иностранцы пусть только косвенно, но имели отношение еще к одному интересному проекту ВАЗа, модели 1801 Пони. Его усиленно строили к Олимпиаде 80, и все в нем было необычно. Прежде всего, силовая установка. В 70-е годы в Советском Союзе появился интерес к легковым электромобилям, хотя уровень технологий тогда до такого, конечно же, не дорос. Как итог, комплект батарей получился настолько тяжелым, что компенсировать лишний вес могло лишь практически полное удаление кузова. При таком раскладе наши смекалистые инженеры решили сделать из Пони четырехместный легкий кард для курортов, выставок, парков и других зон, где выхлопные газы особо нежелательны. А заодно можно было таким и гостей Олимпиады удивить, но, увы, не успели. Эпопея с разработкой электромобиля на ВАЗе растянулась почти на 10 лет. Концепт пережил несколько реинкарнаций, но так и не успел к главному событию своей жизни – Олимпиаде 80. Но вышло, как в пословице, если долго мучиться, что-нибудь, да, обязательно получится. Электромобиль при скорости 40 км в час действительно мог проехать расчетные 110-120 км, да и конструкция оказалась вполне себе современной. Пространственная рама, независимые подвески, передняя Макферсон вместе с реечным рулевым управлением от еще не запущенной тогда в серию «восьмерки» 25-киловаттный электромотор. А потом Пони отправили для изучения в один из киевских научных институтов, где прототип успешно спалили – Дотла. После этого Пони реинкарнировался в образе городского развозного грузовичка. В 1980-м построили два совершенно непохожих 28-02 с индексом 0-1 с одноместной кабиной и кубик 0-2. Первый мог похвастать почти полностью алюминиевым кузовом, но второй все же оказался более продвинутым с точки зрения техники. Он имел съемный модульный кузов, пространственный стальной каркас и футуристичный дизайн кабины. Однако недостатки у обоих оказались одинаково фатальными. Тяжелые аккумуляторы весом почти в полтонны похоронили заживо все наработки. Неудачная развесовка первой модели привела к тому, что порожня машина имела полностью разгруженную заднюю ось и не могла тронуться с места на скользкой поверхности. А второй вариант – брал на борт максимум 100 кг, то есть фактически возил сам себя. Так и получилось, что серийного воплощения ни один, ни второй Пони не имел, ровно как и их прародитель, так же, собственно, как и преемник по имени ВАЗ-2702. Последний учитывал множество недостатков первых моделей. Применение электромобилей в Советском Союзе ограничилось сугубо показухой. Немногим позже первый экземпляр 2802 отправился в заводской музей, а второй долгое время трудился на ВАЗовском стадионе, где Пони приспособили для эвакуации с поля травмированных футболистов. Главной причиной отказа от серийного производства всех электромобилей была названа слишком трудоемкая в обслуживании батарея. Кроме того, разработчикам так и не удалось устранить многие недостатки конструкции, а все машины были бы слишком сложны и дороги в производстве. В 1970 году, то есть в самый первый год работы Автоваза, Министерство обороны СССР положило глаз на новый завод ВАЗ. Не организовать ли здесь производство внедорожников для армейских нужд? Вот так конструкторы Автоваза и начали работы по плавающему армейскому внедорожнику под шифром река, но чуть позже также назвали его будущим автомобилем для рыболовов и охотников. ВАЗ E2122 1976 года не был с первого взгляда похож на амфибию и мог передвигаться по воде, развивая скорость около 5 км в час, гребя собственными колесами. Попутно выяснилось, что у автомобиля очень хорошая проходимость. Река хоть и была гораздо больше Нивы, весила в полтора раза меньше, чем у АЗ-469 и стояла на специально сделанных для нее широких шинах, помогавших отлично грести в воде. Также амфибия имела герметичный кузов, откидное лобовое стекло и трансмиссию будущей Нивы, которая, к слову, не выдерживала нагрузок амфибии в силу заметно более крупных размеров. Поэтому в 1978 году ВАЗ-2 E2122 обзавелся другой конструкцией днища, боковин, воздухозаборников и зеркалами от КамАЗа. Все это, кроме последнего, обеспечивало лучшее охлаждение без перегрева в герметичном кузове, но автомобиль все-таки был слишком большим и тяжелым. ВАЗ-3 E2122 конца 1982 года стал куда компактнее, легче и уже полностью рассчитан на использование агрегатов Нивы, от двигателя до размерностей колес. Следующим шагом стало создание в 1983 году прототипов ВАЗ-2122 серии 400. Эти машины прошли полный комплекс испытаний и были рекомендованы государственной комиссией к серии. Машины 5 серии 1984 года были направлены для опытной эксплуатации в военные части разных регионов Советского Союза, где получили самые положительные отклики. А финальным аккордом проекта стала полностью готовая к серийному производству версия 600 образца 1987 года. Из-за особенностей конструкции внедорожник-амфибию нельзя было выпускать на одном конвейере с Нивой, для машины требовалась отдельная линия. К тому же страна переживала не самые благоприятные времена, полным ходом шла перестройка. Никто уже не стал финансировать запуск серийного производства модели, и на этом проект река был завершен. За 17 лет было сделано 27 прототипов, а на сегодня известно лишь о трех сохранившихся экземплярах 600 серии. Проголосуйте в возникшем опросе за концепт, который вы больше всего хотели бы видеть на конвейере. Интересно, кому пойдет приз зрительских симпатий? Также не забывайте поставить лайк за интересный выпуск и ставьте в комментариях хэштег «Концепты Лада», если хотите увидеть выпуск с концептами уже постсоветского ВАЗа. На этом спасибо за просмотр и до встречи в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok